Всем привет дорогие друзья, с вами снова Крюга ТВ. Сегодня с хорошими новостями я наконец-то нашел для вас отличную машину для того, чтобы на ней покатать. Как по мне, на ней заканчивается ветка и дальше идти уже нет никакого смысла. Что же это за агрегат такой? Правильно, это Чериатир. Находится на боевом рейтинге 6.3 в реалистичных боях и 6.0 в Аркаде, но в Аркаде эта машина не так интересна. Кстати, напоминаю для тех, кто не знал, эта машина стоит в ветке САУ, именно в Великобритании. Поэтому у нее есть свои преимущества, в виде, например, количества очков возрождения, которые требуются для ее высадки в бой. Например, вместо того же Центуриона Марк Третьего. Но, собственно, давайте уже перейдем к самой машине. Почему я ее считаю для себя? Это моя любимая машина. Наверное, реальная там самая любимая моя машина, на которой только можно покататься. Это Хеллкэт здорового человека, если говорить правильно. Да, да, здесь подкалиберные снаряды, вы все правильно понимаете, но, ну, как же они джебошат, вы просто посмотрите. Реально в бою можно творить просто что вы хотите и как вы хотите. Это не игра ставит вам какие-то условия, это вы ставите в этой игре свои условия. Вы навязываете драку, которая выгодна вам. Вы навязываете противнику свои действия. Вот за это я люблю Чариотира. Это великолепный танк. Просто великолепный, без всяческих оговорок. Ну, есть, конечно, одна, но они чуточку позже. В общем и целом, чем эта имба хороша и чем плоха? Ну, прежде всего, конечно же, это вооружение. Именно из-за него и стоит полюбить данный агрегат. Это у нас 83-мм орудие Ordens QF Mark I. С подкалиберными бронебойными снарядами, с отделяющимся поддоном, у которых и нормальное заброневое, как для подкалибера, даже более чем нормальное. И просто какое-то невпупенное пробитие в 285 мм в упор и 262 мм на 500 метрах. Нет такой брони, которая смогла бы этот снаряд остановить вообще в принципе из тех машин, с которыми мы попадаем. И стрелять зачастую в противника можно чуть ли не наотмашь. Углы и самые главные встречи, при котором этот снаряд рикошетит, также гораздо лучше, чем у обычной, например, бронебойной болванки. Поскольку это, собственно, нормальный уже подкалибер, прокачанный, уже без всяких там но, и он действительно крут. Скорость полета снаряда 1430 метров в секунду. Упреждение на полтора километра, как нехарен. Каждым выстрелом будете бить белке в глаз. Перезарядка орудия, думаете, наверное, плохая, да? Нет, спешу разочаровать. Без асов, это с экспертами, 6,6 секунды перезарядка. Это самое скорострельное орудие, из крутых орудий, наверное, которые можно найти на этом уровне. При этом обладаем более-менее адекватными углами наведения, минус 5 градусов и 10 градусов вверх. Конечно, вверх не поднимается пушка, но в принципе... Да, конечно, углы далеко не самые крутые, но их хватает. В принципе, можно сказать так. Скорость поворота башни 16,5 градусов в секунду. Сама по себе машина крайне подвижная. Просто крайне подвижная. Масса 30 тонн, а мощность двигателя 600 лошадиных сил. То есть 20 лошадей на тонну у нас есть. Просто летаем по полю боя. Средняя скорость передвижения по пересеченной местности около 45 километров в час. По дорогам под 60. В общем, валит она просто с места и в карьер. Но что вы хотите? Здесь база от среднего, грубо говоря, танка. Только орудия с башней поменяли. Но к этому, конечно, прибавилась парочка минусов. Первый минус, который и является плюсом, это бронирование. Да-да, вы не ослышались. Так странно говорю в том плане, что у нас противопульное бронирование по большей части. Но оно есть. Это не 15 миллиметров в 10 там какого-нибудь хелкета или чего бы там ни было. А здесь защита вполне хорошая от зениток. В лобовой проекции, правда, башня 30 миллиметров, но вот корпус 63 и 57 в нижнем бронелисте. Это позволяет нам оттанковать какую-то часть этих снарядов. Про пулеметы Браунинга мы и прочие можем вообще забыть. То есть они нас не пробьют. Борта защищены, правда, бронелистами уже всего лишь в 14 миллиметров. Но этого более-менее достаточно для того, чтобы выживать от пулеметов. Когда вы довернули чутка ромбом, и все, вас пробивать уже особо не будут они. Ну и к тому же башня в принципе по кругу 30 миллиметров, а корма 20 миллиметров и 32 там в одном месте есть накладка. Короче говоря, если бортом прям совсем ровно не встанете к пулеметчику, вас не уничтожите. Естественно, орудия обычные стоит бояться. Нас они пробивают, и очень весело мы умираем от этого. Далее, рентген. Опять же, вот вроде и плохо, но хорошо. Так плохо, что хорошо, наверное, правильно сказать. Всего три члена экипажа. Но казалось бы, как с этим жить? А легко. Если не подставлять двух членов экипажа, которые сидят в башне, под которыми находится боеукладка, то мы живем. Уничтожить нас в борт, если это какой-нибудь подкалибер, практически нереально. Стреляете в переднюю часть корпуса, убиваете водителя и получаете снаряд в ответку. Стреляете в заднюю, ну попадаете в бак и двигатель. Чаще всего он не взрывается, вы как бы, да, вас это обездвиживает, но вы разворачиваете жало и бьете противника с сапогами и саными тряпками. В общем, живучесть машины на нормальном уровне. Да, опять же, какие-то каморники мы особо не поддержим, но большую часть снарядов, которые были пущены просто так, наискось куда-нибудь, мы можем пережить. Конечно, я не говорю, что он танкует или еще что-то в этом роде, но нет, если грамотно понимать, куда собирается стрельнуть противник и вовремя сдвинуться там чуть-чуть вперед, чуть-чуть назад, можно остаться в живых, что и сделает, собственно, вам победу в вашей дуэли. Так что, в общем, единственная, наверное, проблема чериотира это скорость движения назад, ну это типичный британец. И еще, наверное, одна проблема это боезапас в 25 снарядов, это немало. То есть в боях у меня не кончались снаряды, но вдруг где-то что-то затянется и вот тогда может и не хватить. Хотя мне хватало и на 8 фрагов, ну чувствую и на 10 фрагов хватит при нормальной стрельбе, учитывая то, что нам попасть несложно. Есть еще бонус в виде дымовых гранат, правда, честно говоря, мне они не пригодились. Машина как-то справляется и без них. Даже если так, допустим, вас обездвижили, вы кидаете дымы и стоите в дымах, они же знают, где вы находитесь. Обычно только в этих случаях мы выживаем. И вам стрельнут второй раз, убьют уже. Так что выгоднее гораздо не кидать дымы, развернуть жало, дать в ответку. А дымы уже кинуть, ну может быть, потом, да? То есть в большинстве ситуаций дымы вас не спасут, а если и спасают, то вам проще самому уже взять и долбануть в ответ в это время. Пока эти дымы будут рассеиваться, вы уже упустите все возможности. Короче говоря, агрегат просто какой-то дьявольский. Это, наверное, самый лучший танк из того, на чем я вообще катался в ближайшее время. И я, наверное, всем советую. Ведь до него, в принципе, машины тоже терпимые. А вот после него уже бесполезные довольно. То есть Тортоис 45.05, Конвой, не дай бог, или Свинкфайр, еще лучше. А до него, в принципе, можно машины проходить. Ахиллес очень даже неплохо, если привыкнуть к башне. Арчер, ну, конечно, для извратов, но орудие там позволяет творить чудеса. Валентайны, я думаю, сами понимаете, что неплохо себя чувствуют. Ну, и Эвенджер. Эвенджер мне не очень понравился в свое время. Но, в принципе, жить тоже можно, пройти можно. Хотя бы ради Чариотира. Он напоминает, наверное, какой-нибудь прокачанный Комет на 6.3. Реально проблем ни с каким БРом не возникает, с каким бы мы не попали. А чаще всего кидает, опять же, с какими-нибудь Тиграми, там, Пантерами. Они пробиваются прям куда угодно и как угодно практически всегда. Поэтому я вам люто рекомендую эту машину. Обязательно, конечно же, ее выкачайте. Если вам нравится вообще War Thunder, блин, я даже не говорю британцы, пишите в комментариях, что вы думаете о ней. Была ли она у вас или только хотите прокачать. Не забывайте поставить палец вверх и подписаться на канал. Ну и на этом на сегодня все. С вами был Крюгэ ТВ. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok